уважаемые подписчики зрители канала любители и ценители хорошей музыки всем грандиозный беломанский привет не я это заметил но все когда-то заканчивается и отпуск в том числе и все возвращается на круги своя работа заботы суета ну ладно почти после месячного перерыва уже 30 видео о некоторых экземплярах из моей музыкальной коллекции которая начну вот с этой пластины уверен что большинство меломанов с этим альбомом знакомы потому что это абсолютный музыкальный шедевр который хотя бы раз жизни должен послушать как абсолютная классика джаза джулиан эдвин кеннебал эдерли альбом сомисом эльза выпущенный в 1958 году на легендарном лейбли блю но знаковая пластинка для стилей хард боб и кул жаз один из наиболее важных джазовых альбом уважаемый справочник за пенбунг white jazz включил этот альбом в раздел центральная коллекция безусловно значительный вклад в альбом внес маэстро марс дэвис более того отчасти его можно читать с автором альбома марс дэвис играет несколько главных соло и как сказано в комментариях к альбому выбрал значительную часть музыкального материала именно марс дэвис написал за главный трек кстати сотрудничество между джулианом кеннебал эдерли и марс дэвисом продолжалось она продолжилась 1959 году во время работы над альбомом кинтов блю еще одной еще одной из лучших пластинок в истории джаза почему это альбом является одним из моих самых любимых ну во первых здесь играют реально выдающиеся уникальные музыканты например арт блэйки совершенно гениальный джазовый барабайщик других музыкантов я уже назвал во вторых на этой пластинке мои любимые джазовые стандарты исполнены идеально послушайте аутум ливз послушайте love for sale в третьих четвертых пятых десятых это просто гениально исполненная гениальная музыка гениальными музыкантами наверняка кто-то скажет опять только хвалит и восторгается но друзья мои это правда абсолютно я действительно очень люблю эту пластинку как уже сказал эту музыку хотя бы раз жизни нужно послушать обязательно поверьте сукраем немецкая прогрессия метал-группа основанная в 1991 году альбом same my soul 2007 года который был издан на лейбле inside out с точки зрения музыкальных критиков этот альбом получил совершенно полярные оценки от полного восхищения до такого же полного и беспощадного разноса в пух и прав поэтому на мнение даже уважаемых критиков я опираться не буду а дам исключительно свою оценку данного релиза оценка обычного миломана совершенно не претендующего на роль знатыка или упаси божие эксперты если попробовать уточнить стиль в котором работают по ортисну края на мой взгляд это конечно прогрессил но с явным привкусом power metal скажу честно назвать эту группу этот альбом уникальными и выдающимся никак не могу но для меня сей релиз как минимум интересен реально хороший вокал очень хороший вокал красивые разнообразные клавишные инструменты как положено сообразно названному стилю в меру резкие гитары по итогу 10 песен и обязательно найдется что-то то самое то что зацепит и не оставит равнодушным выделю пятый трек балладного типа номер the gate of creativity the torture седьмой трек мрачные напряженные по настроению да и вообще на альбоме есть все чтобы ублажить любителя прогрессивного рока вступление песня будоражит и предвкушение от предстоящего вполне оправдан и стилистики чистопроговой добавлены в меру не пересорено нисколько есть чистый инструментальный номер столба хотите чего-нибудь типического почти 10 минутное произведение break the spell вполне приличный альбом любителям прогрессива могу рекомендовать этот альбом да и все творчество группы как минимум для ознакомления продолжу прогрессивную тему альбом от весьма известного кудесника клавишных инструментов знатного и преданного стилю представителя высшей лиги прогового сообщества музыкант поработавший за свою впечатляющую карьеру с группой kiss на их третьем живом альбоме музыкант поработавший с элисон 2008 годы клавишник теперь уже культовых дремсетов дэрек шериньян и его сольный альбом изданный 29 апреля 2003 года на лейбле inside out music третий по счету альбом называется black utopia понятно что главным вдохновителем этого релиза стал сам дэрек шериньян но записи приняли участие тут просто сборная мира друг музыки так вот в качестве приглашенных музыкантов на этом альбоме отметились за саймон филлипс стил лукатер билли шиен ингви мальфстен брайан тичи тони фрэнклин джерри гудман и неожиданно элдемиола не удивительно что именно этот альбом блэк утопия самая продаваемая сольная пластинка дэрика шериньян и и действительно это очень сильный очень яркий полностью инструментальный альбом с каждым новым треком меняются исполнители и меняется звучание меняются настроение меняются музыкальные стили энергетика и техника исполнения на запредельном уровне что неудивительно когда в записи альбома принимают участие музыканты высочайшего уровня очень красивая и очень качественная работа альбом тяжелый по звучанию и мелодически очень сложный но при этом именно мелодическая основа не потеряна ни в коем случае клавишные шериньяна блистательны да и приглашенные музыканты играли на этом альбоме как последний раз буквально и конечно просто жирные изюмины этого релиза гитарные дуэты закова да и инги мастера или например стива люкатера и элла демиона что может быть оригинальнее и интереснее несмотря на все разнообразие слушать этот альбом нужно за один раз целиком как неудивительно но этот альбом абсолютно цельный и очень правильный правильный во всех смыслах от его задумки и до воплощения альбом профессиональный очень живой и очень настоящий теперь кардинально сменю музыкальное настроение и направление этот альбом будет интересен в том числе и любителям популярной музыки немецкая синтепоп группа основанная 1989 году в берлине группа and one и девятый студийный альбом этой группы которая называется бодипоп выпущены 1 сентября 2006 года на лейбле аут оффлайн который как раз и специализируется на издании музыки в стилях электро и bm и синтепоп мне очень нравится эта группа этот альбом один из любимых альбомов от and one синтепоп в абсолютно чистом виде понятно что тут же напрашиваются сравнение с классиками жанра культами британцами депеш-мод в принципе не так уж и плохо если творчество едва некоторой степени соизмеримо с группой такой величины но на мой вкус and one ни в коем случае не пытаются копировать весь никого мода некоторые похожесть обусловлено всего лишь рамками стиля не более and one не спутать ни с кем это совершенно уникальная группа весь музыкальный материал на бодипоп ярко мелодичен свеж и четко сохраняет фирменный стиль and one этот альбом переполнен хитами конечно нужно выделить супер силы милитари фэшн шоу песни которую один раз послушал и запомнил навсегда собрали бы шикарный поп-номер без преувеличения и другие номера хороши что называется в абсолюте enjoy the now body company это очень хорошо а the sound of believer номер который уносит за собой который хочется петь вместе с группой вообще песни этого альбома у особо впечатлительных слушателей вполне могут выжать слезу восхищения есть номера полные романтики души и света есть номера которые заряжают своей энергией это реально шикарный альбом на этом альбоме проходных треков песен среднего уровня нет от слова совсем все номера хороши абсолютно нужно сказать что и предыдущий альбом and one 2003 года под названием агрессор тоже был весьма хорошим но до цельности эмоциональности количество убойных хитов агрессор не стоит рядом с этой пластинкой с альбом bodypop тот самый случай когда было хорошо а стало восхитительно это выдающийся альбом который хорош с первого до последнего звука очевидно сделаны на одном дыхании сделанные в каком-то смысле просто но именно в этой простоте скрывается гений лидеры группы стива нагарь однозначно будет и поп один из лучших альбомов он план который вполне тянет название культового альбома в стиле синди поп настоятельно рекомендую прослушаем музыкант альбома которого уже не раз представлены моих видео музыкант творчеству которого я буду возвращаться снова и снова джоба намаса альбом и он дмит 5 студийный альбом американского гения блюзерока альбом выпущен 6 июня 2006 года компанией джейн арт-эндвенчурс и тут же возглавил американский чарт лучше блюзовых альбома билбор один из лучших альбомов дискографии джоба намаса на мой вкус хотя некоторые критики назвали это альбом однообразным и упрощенным с посредственными гитарными соло я с такой оценкой не согласен абсолютно альбом который я был оценил десятью баллами из 10 возможных идеальный альбом если говорить о современном блюзроке как обычно у джоба намаса на одном альбоме песня сочинения собственного и камера да какие камеры когда-то некоторые песни которые вошли в этот альбом исполняли легенды райкудр let's zeppelin sony boy williamson джанга рейнхо и жоба намаса воспроизвел все это очень бережно и очень по-новому по-своему получилось очень здорово очень грубо сам же говорит об этом альбоме следующее это шаг который хотел сделать своем личном музыкальном движении вместе с группой музыкантов мы концентрировались на тяжелой музыке сыграл ее в блюзовом стиле кстати группа музыкантов которые помогали джоба намасе за все этого альбома уходил барабанщик джейсон боном сын легендарного ударника на этом альбоме вполне объяснимо есть явные отсылы к творчеству и стилю великих лыдзеплин есть медленные блюзы есть шаффл легкие с налетом джазового свинга опять-таки блюз инструментальный номер посвященный джанга рейнхо на альбоме есть и акустический номер и джоба намаса хорошим акустическом вариант пара проходных на мой вкус номеров альбом не портит не знаю что там на придумывали музыкальные критики но мне эта пластинка нравятся очень и ближе к финишу альбом который будет свет 30 апреля этого года альбом how blue can you get это скорее это сборник редких и альтернативных версий песен ирландского блюзового музыканта герри море альбом посвященный его памяти приуроченный десятилетию год его смерти как говорится музыкант жив пока жива его музыка а гэри мур без сомнения великая легенда блюза важная часть мировой музыкальной истории и когда эту пластинку слушаешь в очередной раз понимаешь что играть так мог только действительно великий музыка на альбоме есть песни авторства самого гэри мура и камер версии песен других знаковых блюзменов фредди кинга мемфисос рима элмара джеймса заглавная песня биби кинга но главным образом интересен ранее не опубликованный авторский материал я уверен нет смысла что-то об этом релизе говорить еще лучше просто прочитаю просто возьму и прочитаю высказывание о великом музыканте от его коллег гэри мур был реальной силой музыки утверждает основатель группы то-то стива про он был большим мастером я видел как он играл и встречался с ним и он был очень хорошим человеком гэри мур взял блюз и перевернул его с ног на голову так я это слышу добавляет гитарист группы блэк рауз крис робертс в том что и как он делает есть энергия с которой невозможно сравнить никого другого он был великолепным шоуменом и исполнителем вспоминает бывший гитарист вайсной берни марс но для меня он прежде всего был другом и я сейчас скучаю полагаю всем получит удовольствие от этой редкой запись слушайте эту пластинку гэри мур это прекрасно всегда а на сегодня все друзья мои не забываем подписываться на канал это важно также важно снять это видео лайком если вам она понравилась поделиться своим мнением оставил комментарий всем добра всем хорошего звука хорошей музыки и всем спасибо за просмотр за просмотр